Последняя неделя в Мурбайском наследии насыщена праздниками. Недавно здесь отмечали 50-летие наследия, затем встречали огонь международных игр Дети Азии, а сегодня торжественное открытие первой пожарной части. Пожарную часть в Северной Ньюи строили три года. Она хоть и небольшая, всего на две машины, но сил и средств на ее организацию ушло много, говорят в руководстве села. Пожарную машину переделали из водоводски, закупили оборудование, форму, собрали добровольную пожарную дружину и зарегистрировали общественную организацию пожарной охраны Мурбайского наследия. Раньше вся надежда у нас была только на город. То есть все население знает, что если в случае чего добровольные пожарные, они не могли тушить, в основном они только придерживали, тушили старыми дедовскими способами, ведрами и так далее. То есть у нас никакой подобной техники не было. На открытие пожарного депо из Ленска приехала целая делегация. Сотрудники администрации, единой диспетчерской службы и, конечно, МЧС. Именно их пожарные расчеты в случае возникновения огня выезжали в Северную Ньюи. Сегодняшнее мероприятие означает, что руководство и жители Наслега правильно понимают важность обеспечения пожарной безопасности в родном селе. Очень радостно осознавать, что в дружную семью огнеборцев Ленского района вливается новое замечательное подразделение. Счастья, удачи вам. Ну и сухих руководств, конечно. Спасибо. В пожарную дружину Северной Ньюи входит 10 человек. Все они жители села, сотрудники различных предприятий и организаций. Руководит добровольцами профессиональный пожарный Александр Костюченко. Правда, сейчас он на больничном. Юлия Бирюлина – специалист в сельской администрации. В пожарную дружину вступила в январе этого года. Огня не боится. Сравнивает себя с настоящей русской женщиной, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. У нас как-то несколько лет назад, года 3-4, у нас горело здание. Там тушило все село. Ну, все дружно передавали друг другу ведра. Все как бы это. Ну, ничего, потушили все вместе, совместными усилиями. Вы не боитесь? Это же все-таки не женское дело. Ну, много что не женское дело. Мы как бы справимся, думаем. Гости перерезали красную ленту и осмотрели помещение депо. В него входит также учебный класс и помещение для хранения оборудования и боевой одежды. В завершении торжественной части дружинники Северной Нюи продемонстрировали технику в действии. Провели небольшие показательные учения. А профессиональные пожарные пожелали им быть такими же ловкими и быстрыми, если в поселке случится настоящий пожар. Продолжение следует...